Беларусь по географическому положению транзитная страна. Ежедневно ее рубежи пересекают тысячи человек. Безопасность уже на первых метрах границы контролируют пограничники. В этом году зеленые фуражки отметят столетие пограничной службы. Сегодня Лицкий пограничный отряд охраняет 184 километра государственной границы с Литвой. В его состав входят три отделения пограничного контроля. Одно из них Бенякони-1. Когда только формировалось отделение, пограничники несли службу вот в этом месте у старой мельницы. Никаких ограждений не было. Граница была обозначена лишь на картах. Постепенно пункт модернизировался и совершенствовался. Начинал я службу в лихие 90-е, когда было очень тяжело служить. Когда было и угрозы, и приходилось и защищаться, и применять иногда и оружие постреливать. Но потом стало легче. Было тяжело служить в бытовом плане. Теперь пункт пропуска Бенякони-1 – это современный комплекс, укомплектованный новейшим оборудованием. За сутки через него проходят более полутора тысяч автомобилей. Пограничники следят, чтобы пересечение белорусско-литовской границы проходило строго в рамках закона. За последние пять лет здесь предотвращено более 630 попыток незаконного перемещения через государственную границу товарно-материальных ценностей. При этом в десяти случаях задерживались оружие и боеприпасы, в 92 – специальные средства и в 7 – наркотические вещества. Нередко на подобных пунктах пропуска случаются попытки несанкционированного выезда. Однако далеко уйти нарушителям не удается. Как контраргумент отчаянным – средство принудительной остановки «Боллард». Благодаря гидравлике он быстро опускается и поднимается. «Боллард» способен остановить даже грузовик на полном ходу. Не так давно в пункте пропуска Бенякони-1 из-за технической неисправности не смог остановиться строительный масс. Сдержало его лишь это устройство. Также пункт пропуска Бенякони-1 оснащен устройством, которое ведет радиоактивный контроль. Здесь был случай, когда оно сработало на входящее авто, точнее на человека в нем. После разбирательства было выявлено, что гражданка Республики Беларусь возвращалась после лечения за рубежом. Радиоактивная доза в ней в несколько раз превышала допустимую норму. В штате у подразделения есть группа специальной проверки документов, есть группа кинологов, есть инженеры, комплекс средств автоматизации для обслуживания, работоспособности автоматизированного системы пограничного контроля. Ну и четыре смены, четыре штатные смены, которые круглосуточно несут свою нелегкую службу. Оснащение пункта пропуска постоянно модернизируется, постоянно обновляется автоматизированная система пограничного контроля. Досовершенствуются те технические средства, которые уже есть. Вот, как я говорил, будет совершенствована система телевизионного наблюдения, полностью заменена вся пункта пропуска. Ну и по обеспечению режима пункта пропуска тоже много очень чего делается с целью исключения несанкционированных выездов из пункта пропуска. Транспортный средств, которые не прошли какой из либо вида контроля. Бок о бок с пограничниками работают и таможенники. Они занимаются оформлением таможенных деклараций на перемещаемые товары. В пункте пропуска движение осуществляется по четырем технологическим каналам. Сегодня на выезд из Беларуси за несколько километров до пункта пропуска выстроилась очередь из грузовиков. Они едут по отдельному каналу. Также по отдельному каналу без очереди проходят специальные автомобили и туристические автобусы. Детская хоккейная команда из Литвы едет играть в Лиду. Проверка документов и багажа прошла за считанные минуты. У следующего за ним пассажирского автобуса со взрослыми на эту процедуру ушло больше времени. Так как кто-то из пассажиров имел проблемы с документами, а после досмотра багажа понадобилась дополнительная проверка автобуса на специальном автосканере. Особенный экзамен личный состав отделения пограничного контроля Беникони-1 сдали еще перед чемпионатом мира по хоккею в 2014 году. В 2019 Беларусь примет европейские спортивные игры, поэтому к тем, кто несет службу здесь, предъявляются дополнительные требования. Мы сейчас готовы в любое время, дня и ночи, выполнить поставленную задачу. Но вместе с тем подготовим в плане профессионального права внешнего вида контролера. Что, что тут говорить. Пограничник – это лицо государства. Приезжает человек-иностранец, он первый видит, кого это пограничник. Как выглядит пограничник, как он общается, его знания, владения иностранных языков, так и судят о всей стране. Поэтому будем готовиться и не подведем. Военнослужащие владеют иностранными языками, чтобы общаться с пересекающими границу. Делегации из Нидерландов, передвигающиеся на каравайнерах, они без проблем объяснили план действий на границе и после всех формальностей путешественники отправились в путь. Мы направляемся в Россию на 31 день, в Москву и Санкт-Петербург. Едем 14 машинами. 14. 10. 4. 14 машин. Мы приехали из Нидерландов. Все действия пограничников фиксирует личный видеорегистратор, информация с которого хранится на специальном сервере не менее года. В органах пограничной службы приветствуют преемственность поколений. Нынешний начальник отдела пограничного контроля Бениконе-1 стал пограничником, как и его отец, который служил здесь же с 1994 по 2006 годы. Я сильно не заставлял его. По-моему, он сделал этот выбор самостоятельно. Он из школы документы, даже не говоря нам с матерью, перевел в кадетский класс, сдал экзамены. Только после этого мы узнали, что он пошел в кадетский класс и пошел учиться, быть военным. Он поступал на пограничный факультет, когда было на одно место 12 человек. Но он экзамены сдал превосходно и поступил. Я сейчас за него очень рад. У подполковника Максима Станчика подрастает сын, который мечтает в будущем носить зеленую фуражку.